Потом опять пришло время, она говорит, хочу пораньше встать. Я говорю, ну я не смогу же тебя поднять, ты же знаешь, ты на другой бок перевернешься. Так в шутку я говорю. Она такая, ну это смотря как ты будешь поднимать. Я думаю, да, это серьезная наука. Начал молиться, думать, как же ее поднять. И короче, в молитве я понял, то есть на следующее утро я пришел, сел, просто я понял, во-первых, как она спит, что она спит очень глубоко, психика расслабленная и медленно очень выходит, ну как бы волевые функции у женщины включаются очень медленно в психику. Вот я сказал, пора вставать, а в ней как бы, ну до нее вроде она услышала, но волевые функции не включились и все, ничего не получилось. Я сел рядом с ней, сел, сижу, она спит, ну чувствует, что я сижу, просыпаться начала. Я не сказал, пора вставать. Я сказал, так на улице хорошо. Сижу дальше. Она уже такая немножко, а что там хорошо? Я говорю, птицы поют, такая благодать. Я говорю, да? Я говорю, пошел. Зарядку отел. И пошел прямо. Смотрю, прибегает через пять минут. Понятная система? Целая наука, как женщину поднять с постели. Но я просто вам объясняю, как воспитывать близкого человека. Если вы думаете, типа я сейчас ему скажу, он должен так сделать, мне не получится. Очень много любви, мало правды. Воспитание означает очень такой мягкий процесс. Не навязчивый, но настойчивый. Ну то есть ты как бы продолжаешь эту линию с разных сторон свою. Допустим, решил, жена, чтоб рано вставала. Или, допустим, начал бегать. Вообще жена начала бегать. Она говорит, я хочу бегать, потому что у меня организм требует. Ты можешь меня поддержать? Говорю, могу. Я начал с ней бегать, потом она закончила, я продос. На родину я начал бегать. И 500 метров всего бегал сначала. Потом сейчас уже 16 километров бегаю. Через три с половиной года. Вот. Но она перестала бегать. И она говорит, я хочу бегать опять. Я говорю, хорошо. Ну и как бы не стал ничего навязываться ей. И постепенно она тоже начала вот так подключаться. Но до этого я рассказывал, как мне хорошо, когда я бегаю, как меняется моё здоровье. Она всё это слушала, понимаете? То есть идёт процесс. Если вы, допустим, хотите отучить выпивать своего мужа, допустим, это целый процесс. Сначала надо ему простить, принять его таким пьяненьким. Он, допустим, заходит домой, говоришь, ну чё, пьянчуженька мой, пришёл, мой хороший. Давай раздевайся. Штанишки у тебя как, не описывался? Ничего? Вот. Вот ты, мой хороший. Наклюкался опять. Ну пойдём спать. Всё, и на следующее утро. Как тебе нормально? Похмелье не учит? Мучает. Ну вот молодец, хорошо. Как собачка тоже. Собачки, знаешь, они тоже ничего не соображают. Чё-нибудь сожрала, потом ргает, ходит и кает. Так и мужик иногда тоже. Нажрался и ходит, ргает. По-доброму так. Но ты у меня на самом деле вообще, вообще нормально. Нормально. А вот у соседки он уже вообще дегр. Уже как бы, уже даже мозги не соображают ничего. Но он тоже раньше нормальный был сначала. По-доброму совершенно. И у него чё в сердце пойдёт? Знание. Он скажет, а чё, ну я чуть-чуть выпил, ничего страшного же. Он говорит, конечно, ничего страшного. Чуть-чуть выпил, ничего страшного. Вот. Ну вот Жданов говорит, что, в принципе, ничего страшного, но потом всё равно все алкоголиками становятся. Да, ну ничего страшного сначала. Кто такой Жданов? Я хочу посмотреть, чё там у неё за лекции. Ну посмотри, посмотри. Начал смотреть. Понимаете, и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok